Ох уж эти кабачки! Хоть каждый день ешь и не надоест. Конечно, когда знаешь как. Первым делом займемся кабачком. Его нужно измельчить на крупной терке. Вот примерно так получилось. Добавляем теперь сюда пол чайной ложки соли, хорошенько перемешиваем и даем так постоять минут 20. Нам нужно, чтобы кабачок пустил сок. А пока займемся остальными ингредиентами. Берем помидор. У меня большой и довольно таки мясистый. То, что нужно для этого рецепта. Нарезаем помидор на вот такие вот кружочки. Не сильно тонко, но не сильно толсто. Так как у меня. Вот так. Теперь нам обязательно нужна будет моцарелла грамм сто. Это будет безумно вкусно. Если нет моцареллы, можно взять любой другой сыр. Желательно тот, который хорошо плавится. Но вот с моцареллой обязательно попробуйте приготовить. Вкус не передать словами. Нарезаем сыр тоже кружочками. Не сильно толсто и не сильно тонко. Еще очень вкусно получается с обыкновенной брынзой или фетой. Вот сколько сыра получилось. Кабачок уже хорошо выпустил свой сок. Видите, сколько много получилось. Нам нужно теперь его хорошенько отжать, чтобы кабачок в итоге получился максимально сухой. Я делаю это просто руками. Беру небольшое количество измельченного кабачка и отжимаю сок. Но можно использовать сито или марлю. Здесь как кому больше нравится. Для меня быстрее и удобнее всего это делать просто руками. Разбиваем теперь сюда одно яйцо. Высыпаем пшеничную муку 2 столовые ложки. Разрыхлитель пол чайной ложки. Можно взять и обычную соду. И хорошенько все перемешиваем до однородного состояния. Как же это будет вкусно! Даже те, кто совершенно не любит кабачок, ни в каком виде просто в восторге от этого блюда. И очень удивлены, когда узнают, что там вообще есть кабачок. Все ингредиенты должны очень хорошо смешаться между собой. И в итоге у нас получается вот такая вот однородная плотная масса. Но абсолютно без комочков и муки. Это важно. У нас практически все готово. Берем теперь сковородку. Выливаем немного растительного масла. У меня оливковое. И хорошенько ее разогреваем. Распределяем масло по всей поверхности. Лучше это делать кисточкой. И теперь выкладываем наше кабачковое тесто. Сразу все. Аккуратно и быстро разравниваем по всей поверхности, чтобы везде была примерно одинаковая высота. И будем жарить на среднем огне в течение пяти минут. Сначала с одной стороны. Затем берем тарелку, выкладываем нашу будущую вкуснятину и аккуратно перевернув, отправляем на сковородку. Держим еще пять минут с другой стороны. Сверху выкладываем моцареллу, которую мы уже подготовили. Вот так. И помидоры кружочками. Это будет очень вкусно! На вкус как настоящая пицца, только намного интереснее. Накрываем крышкой и держим на среднем огне до готовности. Нам нужно, чтобы сыр полностью расплавился. Уф! Вот это аромат! Ну и вкуснятина у нас получилась! Срочно зовите всех к столу! Убираем наше блюдо с огня и сразу же подаем. Сверху посыпаем измельченной зеленью для неимоверного аромата. И можно наслаждаться потрясающе нежным блюдом. Подавать можно порционно, разрезав как пирог или пиццу. Это, кстати, очень удобно! Как же это вкусно! Вот обязательно попробуйте приготовить и напишите мне в комментариях, понравился вам такой рецепт. А я желаю вам приятного аппетита и до новых рецептов! Пока-пока!